Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. В студии Елена Винник. В Москве прощаются с легендарным тренером Виктором Тихоновым. Сокращать ли квоты, чтобы вернуть цены на нефть, решают на встречу ОПЕК. Новые лица украинской власти в Киеве выбирают главу правительства и спикера. Беспорядки перекинулись за океан. В Лондоне прошла акция против оправдания полицейского Фергюсоне. Интересно и познавательно новинки для интеллектуального чтения предлагают в Москве. Сегодня в Москве прощаются с Виктором Тихоновым. Один из самых успешных тренеров в истории отечественного и мирового хоккея скончался в понедельник на 85-м году жизни. Церемония проходит в эти минуты в ледовой арене ЦСКА, клуба, который под руководством Тихонова неоднократно побеждал на чемпионатах СССР и выигрывал Кубок Европейских чемпионов. Возглавив в 1977-м сборную страны, Тихонов создал непобедимую красную машину и привел ее к золоту на трех Олимпиадах. Проститься с человеком-легендой советского и российского спорта пришли сегодня тысячи человек. Среди них политики, актеры, известные спортсмены, поклонники хоккей и болельщики клуба ЦСКА. Говоря о тренерской манере Тихонова, многие вспоминают его жесткий и требовательный характер, одновременно отмечая скромность и чуткость Виктора Васильевича в повседневной жизни. Он полностью посвятил себя хоккею. Все время он записной книжкой, все время он думал о хоккее, где бы он ни находился. Даже на концерт мы приходили, все равно он сидел, что-то записывал. Я потом случайно посмотрел, он там пишет упражнения, которые давать на следующий день. Очень интеллигентный, грамотный, любил искусство, культуру. Он приучал наших хоккеистов обязательно ходить в театры, общаться с интеллигентами. Даже в отпускное время, когда Виктор Васильевич находился с ребятами на отдыхе в Крыму или где-то в других местах, он заботился о них. Он призывал нас, деятелей культуры, к тому, чтобы мы могли создавать настроение и давать возможность отдохнуть нашим замечательным, выдающимся спортсменам. Мы с ним на многих турнирах вместе переживали, болели за нашу команду. Я видел, как он близко к сердцу воспринимает все удачи и неудачи наших хоккеистов. Никто бы ими не руководил. Для него самое важное было то, чтобы Россия была всегда впереди. Похоронят Виктора Тихонова на Ваганьковском кладбище столицы, недалеко от могил других прославленных хоккейных тренеров Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева. Час назад в столице Австрии открылось заседание Организации странных спортеров нефти. Эта встреча плановая, но интерес к ней экстраординарный. Во всем мире сейчас задается вопросом, сможет ли ОПЕК остановить падение цен на нефть. С июня они опустились уже на 30%. В прямом эфире звены Константин Гальденцвайк. Константин, как, по мнению экспертов, эта встреча ОПЕК повлияет на нефтяной рынок? Елена, ну, встреча, пока что, вы правы, лишь начинается в эти минуты. Однако среди аналитиков уже возобладают скорее пессимистические прогнозы. ОПЕК не захочет пытаться поднять или вернуть нефтяные цены на прежний уровень за счет снижения квот нефтедобычи. Ситуация, конечно, на первый взгляд парадоксальная. Ведь, казалось бы, низкие цены на нефть не только в убителен для российского рубля, но и для валют многих других стран, которые, в отличие от России, входят в этот картель. А это и Венесуэла, и Иран, и Нигерия, и Эквадор, чьи экономики еле выдерживают это стремительное падение нефтяных котировок. Но это большинство, которому противостоит, пожалуй, более могущественное меньшинство, которое здесь и диктует свои правила. И прежде всего, это Саудовская Аравия, на которой приходится треть всей нефти, добываемой членами нефтяного картеля. Не секрет, что у саудитов, в отличие, например, от России, есть многомиллиардные резервы, которые позволят им безбедно на протяжении нескольких лет жить даже при относительно дешевых нефтяных ценах. С одной стороны, а с другой, достигать постепенно своей подспудной цели. Именно заставить американцев отказаться от освоения их сланцевых месторождений, которые при таких низких ценах станут просто нерентабельными. И вот за счет этого прессинга саудиты надеются достичь своей цели, независимо от противоречий, которые сейчас раздирают членов нефтяного картеля. Но вот в подтверждение своей тактики, этой одиночной тактики, можно сказать, саудовский министр накануне уже дал понять журналистам, что Саудовская Аравия не будет сегодня пытаться как-то повлиять на снижение квот нефтедобычи. А сегодня он и вовсе, прежде всего, американским репортерам открыто нахамил. Как видите, эмоции здесь просто зашкаливают. Пожалуйста, убирайтесь отсюда к черту. Я не хочу отвечать ни на какие вопросы. Ну, я напомню, что цены на нефть упали в этом году. Со 100 с лишним долларов за баррель до 80 впервые так сильно за 4 года. И ряд аналитиков прогнозируют дальнейшее падение в ближайшие месяцы. И все страны ОПЕК не вмешаются. Примерно о том, чтобы снизить нефтедобычу, снизить эти квоты, с членами ОПЕК пытался договориться два дня назад и глава российской Роснефти Игорь Сечин. Но пока что об успехах такой встречи ничего не сообщается. В самом лучшем случае, говорят эксперты, вероятно, сегодня речь будет идти только о том, чтобы ОПЕК снизила квоту на какую-то символическую величину. Ну, на полмиллиона баррелей в день. Погода это не сделает, однако, подчеркнет авторитет ОПЕК, в котором многие все сильнее в эти дни сомневаются, что эта организация имеет хотя бы какую-то реальную силу. Ведь некоторые аналитики убеждаются, что будущее нефтяных цен и нефтяного рынка сейчас и вовсе решается не в Вене, а в США. Соединенные Штаты, оценив последствия первого нефтяного шока 1973 года, оценив последствия второго нефтяного шока после революции в Иране в 1979 году, переформатировали систему торговли нефтью. И сегодня цена на нефть определяется вовсе не фактором спроса и предложения, а определяется количеством денег, которые крутятся на рынке нефтяных фьючерсов. Поэтому там бессмысленно все эти споры, сколько нефти добывает ОПЕК, как меняется спрос на нефть. Вот там многие аналитики говорят, вот Китай растет не такими быстрыми темпами, это тоже негативно влияет на нефть. Почему падает цена на нефть сейчас? Потому что в Соединенных Штатах прекратили политику так называемого количественного смягчения и количество шальных долларов, которые бегали по рынку нефтяных фьючерсов, просто сократилось. Ну, как бы то ни было, об окончательных, официальных итогах текущей встречи мы узнаем, Елена, уже вечером, о чем и сообщим в следующих выпусках. Да, спасибо, Константин Гальденцвайк был в прямом эфире из Вены о начале работы сессии ОПЕК. Но все, внимание мировых бирж сейчас приковано именно к Вене. Все ждут официального вердикта экспортеров, сократят они добычу или нет. А пока только слухи и цены постоянно прыгают. Что сейчас происходит на рынках? В студии Алексей Кузнецов, деловые новости. Нефть все продолжает обновлять четырехлетние минимумы. Сигналы, поступающие сейчас из Вены, не сулят ничего хорошего нефтяному рынку. Фьючерсы на нефть WTI упали до самого низкого уровня с сентября 2010-го. Днем на рынке произошел небольшой отскок, но вряд ли это надолго. Сейчас WTI торгуется по 72 доллара 30 центов за баррель. Североморская нефть Брэнд по 76 долларов 6 центов. Аналитики говорят, что рынок еще не нащупал дно. Прогноз о сети «Женераль» на ближайшие два года выдает среднюю цену барреля Брэнд 70 долларов – WTI 65. Все это, безусловно, отражается на курсе рубля. Еще накануне он потерял к доллару 2,5% и сегодня продолжил снижение, обновляет трехнедельные минимумы. Правда, к полудню вслед за нефтью рубль отыграл часть утраченных позиций. Сейчас за доллар на межбанке дают 47 рублей 58 копеек. Евро 59,35. Если ОПЕК не урежетовой, то давление на рубль усилится. Помимо нефти сказывается окончание крупных налоговых выплат. Значит, экспортеры прекратили активно продавать доллары. Многое зависит от реакции Центробанка. Эксперты говорят, что сейчас игроки испытываются бы на прочность. Напомню, он отказался от плановых интервенций и отпустил рубль в свободное плавание. Однако регулятор пообещал проводить внеплановые интервенции, если падение рубля будет угрожать финансовой стабильности. Мировые биржи в основном зеленеют, но объемы торгов сегодня, скорее всего, будут небольшими, потому что Америка отмечает День Благодарения. Позитивная новость в том, что в Германии безработица упала до нового рекорда 6,6%. В полтретьего по Москве выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Но главное событие для биржевиков, конечно же, заседание ОПЕК. Наш индекс ММФБ стоит на месте. РТС проседает из-за роста доллара. У меня все. Спасибо, Алексей. Это были деловые новости от Алексея Кузнецова. Сообщение некоторых украинских СМИ о якобы имевших местах угроза Путина в адрес Порошенко в ходе прошедшего накануне телефонного разговора – это вымысел. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что накануне вечером по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Цитирую по ИТАРТАС. Речь шла о двусторонних отношениях и ситуации на юго-востоке Украины. Различные сообщения ряда СМИ, прежде всего украинских, о содержании разговора не соответствуют действительности. Конец цитаты. То, что никаких угроз не было, признали и в Киеве. Экс-руководитель главного управления информационной политики администрации президента Украины Ирина Фрис сообщила, что телефонный разговор между президентами был, еще, цитата, конструктивным и касался вопросов, нуждающихся в срочном обсуждении.